Дорогие соотечественники, здравствуйте! Прошел старый Новый год, подвели итоги. Ну и сейчас продолжение, такое знаменательное событие, хотя их очень много, но одно из них на самом деле знаменательно. Речь идет о Дабасе. Дабас известное место, где собираются политические лидеры, экономические элиты, различные маркетологи, специалисты по социальным, экономическим и прочим вопросам. И обсуждают, подводят итоги, что происходит с миром и куда надо двигаться дальше. Чем знаменателен этот Дабас, который, кстати, еще продолжается, он интересен тем, что не приехал ни Трамп, не приехал Макрон, не приехала Меркель, не приехал Путин, не приехал Си Цзиньпин. То есть, странно получается, что ведущие страны, ведущие лидеры, в этом году, чего раньше такого как-то никто не припомнит, не бывало, всегда кто-нибудь приезжал из таких вот значимых фигур мировой политики. Ну, оказалось, что финансисты, экономисты и социологи, значит, ну, оказались, так сказать, без вот этой политической верхушки. Тем не менее, очень интересны темы. Грубо говоря, Дабас — это конференция буржуев. Я так вот пользуюсь народной терминологией. Буржуи страшно встревожены. Чем они встревожены? Они встревожены, в первую очередь, тем, что в Европе и в других странах замечены очень мощные социальные протестные движения в различных формах. Начиная от желтых жилетов в Париже и в других городах Франции, перекинулось это уже на Испанию, в Каталонии, в Барселоне, там статичные демонстрации поддержки и так далее, и так далее. Пошло по всему миру, по всей планете. Естественно, буржуи перепугались. Но, с другой стороны, они признают и причины этого. Они говорят, что на самом деле сейчас человечество дошло вот в этом глобалистском, либерально-демократическом, так сказать, угаре до того, что около полсотни самых богатых людей по списку Форбса владеют теми же активами, тем же богатством, что и, внимание, полсотни людей владеют тем, чем владеет 4 миллиарда, то есть половина населения планеты, наиболее бедного ее населения. Еще что замечено. Так называемый средний класс, это обычно опора либерально-демократических режимов, вот средний класс истончается. То есть большинство из среднего класса легенько, потихоньку перемещается в сферу бедности, безработицы и так далее. И только отдельно, очень редко кто из них ухитряется попасть в этот самый социальный лифт и каким-то образом продвинуться наверх. Если этим, собственно говоря, и объясняется та напряженность и в военном, и в экономическом плане, идет борьба за рабочие места, и в этой борьбе используются любые методы, политические, военно-политические, военные, то есть идут войны, экономические, дипломатические, силовые и так далее. Если кто-то думает, что нас это не касается, очень глубоко заблуждаются. Потому что у нас происходят те же самые процессы, да еще куда более таких монструозных и опасных формах. И количество миллионеров в нашей стране, как известно, продолжает возрастать. Соответственно, количество наиболее бедных, необеспеченных слоев населения также возрастает, из которых многие просто-напросто голосуют ногами и покидают пределы своей страны. Ибо нет рабочих мест и нет прилично оплачиваемых рабочих мест. Для того, чтобы отследить вот эти все тренды и вот все, что мы наблюдаем сейчас, пояснить, что происходит, что у нас происходит и как это связано с электоральной нашей, так сказать, перипетией, мы пригласили в студию нашего доброго знакомого, опытного бойца идеологического фронта, бестящего журналиста, человека бывалого, Валерия Демидецкого. Спасибо. Валерий, я вот смотрю, у тебя, видно, еще когда ты был молодой, служил в армии, у тебя здесь СОС. Не кажется ли тебе, что сейчас как-то вот повсюду в мире мы слышим вот эти пиканье вот этих вот СОС, СОС? Что-то неладное творится. Ну, это такой смешной опыт. Я шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Да. Ну да, если судить по прозвучавшему вступлению, так и спросится на язык слова знаменитой песни «Мы на горе всем буржуи, мировой позар разднуем». Но наша страна столько малая и вряд ли может послужить хворостом для такого костра. И обратим внимание, у нас и на Украине все майданы всегда начинать за справедливость, окончается так. Снесли Януковича, появилось 12 Янукович. Снесли у нас Владимира Николаевича, появилось где-то тоже. Да, вчера буквально только встретился во дворе знакомого, который, как бы, он так сторонник национал-либеральных был кругов. И он говорит, черт возьми, как, теперь я оцениваю вот эту эпоху Воронина. Бюджет был в порядке, пенсии наладили. Игру лучше делать игру. Это лучшее президент было. Большое видится изделие. Ну да, так же, как и на Украине сейчас. Сейчас я плавлю по Януковичу. Да, да, вспоминает, называет двух президентов, ну, наиболее таких стабильных, это Кучма Янукович. Но самое смешное, что обоих их свергли. Только их свергли. Ни один, ни другой не усидел. Да, Кучму свергли в 2003 году, но, как бы, не дали ему спокойно уйти. А в 2000... И без печенья их не обошлось? Да, и в 2013 году свергли. А насчет саммитов в Давосе, я обычно знаю, как. По своему опыту я знаю, что большие игроки не ездят на такие саммиты, не ездят на переговоры, когда ситуация не ясна. Понимаете, тогда в дело вступает средний класс. То есть ты ответил на тот вопрос, который я явно не сформулировал. Почему никто из ведущих не прибыл на... Да, ответ на это очень простой. Им просто нечего в этой ситуации сказать. И они поручили, так сказать, кругам помельче прозондировать почву, разобраться, поговорить, общиться. Может быть, это подвинет их к тому, чтобы что-то сказать. Но, действительно, кризис этот наблюдается. Да, вот благословенная наша Европа, куда мы так стремимся уже много лет. И так мечтаем попасть, и которая, к сожалению... И, оказывается, места там нам уже никто не предусматривает. Потому что наши пропагандисты это дело раздули, знаете, до того, что действительно превратили вот эти геополитические качели. Куда мы идем? Нас никуда не зовут, а мы все спорим, куда мы пойдем. Рестораны уже закрылись, а мы говорим, нет, нет, нет. Валер, мне очень нравится, как ты сказал, мы спорим о том, куда нам двигаться, а, оказывается, нас вообще нигде не ждут. И второе, что хочется сказать, что вот я слышу, значит, то с одной стороны, то с другой, инвективы, там всякие оскорбления, страшилки. А народ упорно. Две трети в Россию, одна треть на Запад. Где предлагают? Где хоть что-то? Экономика такая штука, да. Вот есть предложение, есть спрос, будет продолжение. Найдется предложение. Найдется предложение, да. Вот если там есть спрос на рабочие руки, да, значит, наши задержки будут ездить. Вот сейчас вот наблюдается уже какой-то тренд, но в России, он заметен по очень многим СМИ, которые получили соответствующее финансирование на это, да, называется критика Кремля, да, вот, вот, дескать, все, устали, в российской глубинке все страшно, деревянные туалеты, дома там. Все не так. Все не так и так далее. И вот наблюдал я, на днях буквально выставили в интернете, значит, такой видеосюжет, где вот такой здоровый мордоворот ходит и показывает. Смотрите там, значит, перевернутые урны с мусором, разбитые окна, все прочее, значит, и говорит, вот Путин, Путин, понимаете, вот, вот Путин, да. И я вдруг подумал, действительно, полмиллиона моих соотечественников приехали в эту страну в Россию, да. Наших молдаван, да. Наших молдаван, зарабатывают, как-то растят своих детей, строят дома, покупают квартиры, машины, да, каким-то образом. И нашли себя там, да, вот, и работу нашли и так далее. И вот ходит вот такой красный мордоворот. Местный. Местный, да, который говорит, вот, нечем жить. Путин нехороший. Путин нехороший, да, значит, у нас деньги на водку кончились, Путин, где деньги, где нефтедоллары, да, начисто. Вот, вот это тоже есть такое, такое понятие, когда вот люди... Это, знаешь, мне напоминает, когда у нас стырили миллиард, то говорили, что тут тоже русские, Путин виноват. То есть, как бы, тырили наши, а всегда виноват Путин. Ну, Путин — это мировой тренд, он во всем виноват. Кстати, он самый популярный в мире политик. Ну, он популярный, но дело в том, что если почитать мировые СМИ, значит, там все говорят, что во всем виноват он. Он, оказывается, у нас самый воинственный, хотя 20 войн после распада Советского Союза, он после распада Советского Союза, в России никаких войнок особо-то не участвовало, да. Один раз только помогли Бушу в Афганистане, да, и то не войсками, а просто тогда, когда вот… Открыли трафик. Нет, нет, история случилась, тогда случилась история с 11 сентября, да, и Буш готовил вторжение в Афганистан, и все понимали великолепно, что афганцев просто пупыми воздушными бомбардировками, как правило, американцы, не возьмешь. Там нужна сухопутная операция. А в сухопутную операцию никто особо не хотел ввязываться. И обратились к русским, русские тоже сказали, китайцы тем более, ты знаешь, они никогда в этих делах не участвовали. Умные лёгкие. То есть никто не захотел туда вторгаться, но, в принципе, нашли выход. Тогда россияне вооружили узбеков и таджиков, Дустума и Ахмад Шахмасул. Да, на севере Афганистана. И эти ребята подавили талибов, которых воспитала пакистанская военная разведка, да, мы знаем кто, и подавили Аль-Каеду. Самое интересное, что талибу воспитала пакистанская военная разведка, а потом их перехватила американская, да. А Аль-Каеда тут, мы все знаем великолепно, что это творение американцев, как и ИГИЛ. Знаете, это ни для кого не секрет. Ребята сами на свою голову создали... Да, 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 было такое. Вот те, когда поняли, что их надули, использовали как орудие в тупой этой борьбе, то есть показали один раз тоже американцам зубы. А может, там была и более сложная комбинация. Да, я не сторонник этого. Но, тем не менее, такая история была. И действительно, в Узбеке ребята генерала Дустума и Ахмад Шахмасуда. Ахмад Шахмасуд за это как бы жизни поплатился ему. Ну и второй от Ассирия. И второй, это Сирия, когда пришлось действительно вмешаться, потому что нужно было продемонстрировать в мире, что однополярный мир кончится. Но самое главное, что Путин понял, что террористы из Аль-Каеды и из этого исламского государства, если победят там, Кавказ, Северный... Да, это безусловно. Это безусловно. Это был вынужденный шаг. Это самозащита. Я так понимаю, да. Я понимаю так. И Европа этого не поняла. Почему? Потому что сегодня... И вот сейчас получили потоки беженцев. Сегодня, да, да. Мы сегодня получаем потоки беженцев. И, к сожалению, это слава Богу. Вот сейчас для нас слава Богу, что Молдавия бедная страна. Если бы мы были богатой страной... К нам бы ломились... У нас бы здесь же все было бы. А так, знаете, вот куда? В Молдавию, да? О, нет. Слушай, дай пожму тело дружескую. Значит, выходит, что даже эти беженцы из стран Магриба, Северной Африки, из Ближнего Востока, даже и там Молдова прославила, что, ребята, туда даже бежать не надо. Там ловить нечего. Сложно. Допрыгались. Да, да. Нет, да, они, конечно, стараются... Прославились. ...в более такие богатые страны ЕС. Это так. Оселает там, создает общины. Но там есть возможности для развертывания этих сетей и так далее. Британия. Вот. Так что нас пока это, слава Богу... У нас только в мединституте, мы видим, много учатся народу из тех краев. Видно, у нас дешевое образование, я так понял. Ну, наверное, да. Много-много в городе студентов. Да, ну, образование, это отдельная наша статья, конечно. Но потом они уезжают в Европу, как я понял. То есть они у нас только дешевле обучения. Ну, у нас немножко, да, у нас немножко с обучением тоже интересно. Потому что во всем мире обычно в университеты идут или ребята умные, кто хочет, так сказать, продвинуться, сделать карьеру, или дети богатых, будем так говорить, да, которые оплачивают. Остальные идут, работают, реализовывают себя и идут зарабатывать на обучение. Вот мои, допустим, дети моего родственника, которые идут в США, они вынуждены были пройти через войну в Ираке, да. То есть они служили в Ираке для того, чтобы заработать себе на университет, для того, чтобы потом получить образование. У нас это несколько превратилось. У нас, к сожалению, открылось 20, это еще больше, больше двух десятков университетов, которые можно спокойно закончить, не зная таблицу умножения. А некоторые даже не умеют писать или читать. И еще за очень маленькую цену. Да, да, к сожалению, это так. Сравнение с европейским. К сожалению, да, к сожалению, да, к сожалению, это так происходит, это нивелировало образование. Тоже, опять же, как в рыночной экономике, далеко не всегда рыночная экономика права с этим спросом и предложением, потому что сотни тысяч наших гастробайтеров, которые отправляют деньги своим семьям домой, они не хотят повторения для своих детей этой участи, горькой, да? И их можно понять. И их можно понять, как родители. Но прав Кален Вьеру, ресторатор, который говорит, что рестораны и кафе Кишинева живут за счет детей гастробайтеров, которые просаживают там русские деньги. Просаживают деньги, да. Но, к сожалению, уровень такого же образования настолько высок у нас, скажем так, в кавычках, что диплом этого вуза, он позволяет мне больше, чем пойти в этот ресторан работать официантом. Вот, как бы, я помню, если помнишь, советские времена, их сейчас принято, конечно, хвалить. Не все там было хорошо, далеко, но мы как-то забыли, что было бесплатное образование, бесплатная медицина и другие, да. И другие были привилегии, о которых мы говорим. Вот смотрите, ой, в какой-то стране, там я не помню, в Исландии, да, там, смотрите, бесплатное образование, бесплатная медицина, двери не закрывает на замок. Ну, тоже мне бином Ньютона, да, как у нас почта на выборах, бином. Да, да, да. Мы забыли, что в наших селах еще лет 20-30 назад никто не закрывал двери, да, и спали с открытыми дверями. Наши колдуны. Мы когда проезжали к родственникам в деревню, если веник был у двери, да, значит, хозяин... К хозяину нет, нечего заходить. Нет, 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 мы заходили, ждали его там, веник отобрали, двери закрыли, открыли, зашли, посидели, он пошел, о, слава богу, мы приехали. Я тут бегал там на огород. Кстати, это высочайший уровень показания нравственного состояния общества. Ну да, да. Ну, а вот действительно, а в селе, понимаешь, прослыть вором в собственном селе, вот любой человек, который мог зайти в этот дом с веником, что-то украсть, да, но он же понимал, что после этого придется из села уезжать. А в селе все что знают? Кто-то видел, кто-то увидел. Репутация. Нет, в каждом селе были черные лошадки, да, вот, которые там презирали, которые пропивали что-то, воровали что-то, но он понимал, что это, ну, один раз пройдет, второй раз, а потом же все, тебя будут шарахаться, да, и тебя вычислят моментально. Ну, подожди, есть еще одно. Вот почему очень важен вот этот вопрос, который ты зацепил с культурой сел. Вот Ион Дротцев, который на 60 языков мира был переведен, замечательный драматург, писатель, вообще человек мудрый. Наш классик. Во всех порядочных, мудрых во всех отношениях. Вот это очень хорошее слово порядочность. Он сказал такие слова, он говорит, если мы, допустим, развала нашего крестьянина, крестьянства, крестьяна, крестьян, уклада вот этого семьи, вот не зря объявил Игорь Николаевич год семьи, да? Почему? Потому что семья – это основа, залог. Хочешь разрушить государство, разрушить семью. И вот Ион Дротцев, он говорил, мы должны сохранить наше крестьянство с его традицией, обычной, понятно, на современной базе, понятно, на современной основе, но это основа нашей государственности. И вот этот моральный климат, вот в селах, о котором ты говорил, к сожалению, начал опасно деградировать. Эти традиционные ценности стали размываться. И вот мне кажется, это очень тревожный... Ты заметил очень удивительную вещь. Я вдруг вот вспоминаю, я вдруг вот подумал вот о чем. Вы знаешь, вот когда я приезжал к бабушке, я все время удивлялся, как они, 10 человек, детей, вот в одной комнате, там, 3 на 4 метра, да, с этой печкой и так далее. И вот они вышли. Зимой, да? Зимой выросли, на несколько детей была одна пара сапогута. И достойными людьми стали? Но я удивился, что вот вырасти, они выросли в таком доме, да, в такой, ну, как бы, можно сказать, даже где-то примитивной бытовой ситуации, где нужно было там умываться в этой ледяной воде, да, и в нужник бегать на улицу и так далее, и так далее. Вдруг выросли высококультурными людьми. Понимаешь, я потом своим отцом объездил, он болел у меня, ездил часто на курорты, я брал меня с собой, я объездил, я всегда гордился им тем, что он мог в любой компании, а на курорте тоже отдыхали разные люди. Поддержать разговоры. Поддержать разговоры и так далее, и так далее. И меня сейчас очень сильно удивляет, что у нас из сел сейчас приезжают тоже в город ребята, да, молодые. И вот я помню, когда я приехал из провинции в город, я впитываю как губка. Я старался надышаться кишиневом, посмотреть, как здесь люди живут, как они себя ведут, да, какие есть традиции, принципы. Я общался со своими родственниками, мне рассказывали, какие магазины ходить, как себя вести и так далее. А вот сейчас все больше приезжает ребят, про которых можно сказать, что парень приехал из села, а село из него не уехало. Понимаешь, вот эта культура, она пропала, вот этот сельский уклад, о котором ты говорил. Уважение к старшим, традициям, порядочность. Набрались городского вот этого флера, мата и прочих глупостей, а вот старая культурная традиция стала куда-то подниматься. Да, я никогда не забуду, да, я шел по родному селу отца, и все бабушки, я все время, отец меня научил, ты с ними здоровайся. А как же? Я, да, пройти мимо человека, не поздороваться, это было, ну, как бы, признак невоспитанности. Я все время шел, и на молдавском, с ними, буназива, 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 они все время спрашивали, а куй есть, а лбу юм, а лбу юм, а лбу юм, а лбу юм, да, и вот начинался, затеялся разговор, да, вот, и как-то вот люди становились, как будто бы родные, да. Сегодня мы как-то вот... Рассыпаются связи вот эти между людьми. Да, ну, мы вступили в другой мир, он, конечно, будет другим. Жестокий. Не факт, что он будет лучше, чем тот мир, оттуда и много ностальгия, вот по тому старому, да, мы же не насторгируем по речам наших партийных деятелей, КПСС и тем глупостям, которые тоже были. А вот по отношению людей между собой? Между собой, да, вот, мы вспоминаем ту жизнь, потому что там были какие-то понятные принципы. И я вдруг понимал, что отец, его братья... Помнишь ценности и принципы? Да, да. Вот то были ценности, и вот то были принципы. Они сформировались на тех фильмах, на тех передачах, которые в то время были. Семейных традиций. Семейных традиций. Когда человеку говорили, что такое хорошо, что такое плохо. Сегодня, к сожалению, очень многое перевернулось, да, и мы сегодня не имеем других людей, которые хотят, ну что, это конкуренция, работай локтями, парень, вырви из рук, значит, вырви из зубов у кого-то. Протолкнись любой ценой. Любой ценой. Мораль, в сторону, деньги, все. Ну, к сожалению, да, к сожалению, это так. К сожалению, это так, и мы уже пришли к той ситуации, когда вот это, вот то, что у нас происходит сейчас во время избирательной кампании, мы еще не можем о ней говорить, потому что она только начинается послезавтра, да, вот. Но в ходе избирательной кампании, когда вот наблюдаешь, опять же, люди, которые, так сказать, натворили, казалось бы, такого, что в приличной, в том обществе человек не показался на публике, да, потому что он сказал бы, ну как, что я выйду. Ну, нормально, выходит, говорит, мы еще хотим, а мы еще хотим, мы еще не наелись, да, мы еще не наелись, да, мы хотим быть вот этой, как ты говорил, что вот этой кучкой маленькой, да, у которой скопилось все. Не думая, что вот этим остальным-то, им что, только ездить за рубеж и тяжело зарабатывать, да, и поставлять сюда деньги. И присылать сюда деньги, которые фактически поддерживают нашу экономику, все государство. Да, вот это вот, конечно, в этот момент несправедливости, он, надо понимать, что долго существовать не может. Это рано или поздно надоест. Можно обманывать человека, там, и, ну, годы независимости показали, что можно десятилетним людей обманывать, рассказывать им сказки. Мы очень любим, мы очень верим в сказки, что все образуется по щучьему велению, по своему хотению, но ничего не образуется. И, конечно, хотелось бы людям сказать, что придя на избирательные участки, хорошо думайте, хорошо думайте, сопоставляйте. Потому что, глядя, как на сегодня опять же, ой, опять эти пакеты, опять эти подарки, опять эти концерты, это все настолько мерзко, противно и надоело, что, понимаете, ну, вот хочется спросить, а действительно, ну, вот и не знаю, но мне кажется, что мой отец бы, если бы к нему пришли бы, ну, как бы, ну, если бы, я очень его уважал за то, что он называл вещи своими именами. И мог заехать даже к человеку, если человек подлец, он мог его проучить и даже, и даже вот как бы физически, да. И правильно. Да, это было дело, я несколько раз наблюдал, когда там обижали женщин и так далее. То есть был мужик, настоящий мужик. То есть мог, да, но я не представляю, что бы к нему прыгали с пакетом крупы и сказали, вот, надо пойти и сказать о речи в защиту человека, которого он не уважал, понимаете, как человека, да, он бы этим пакетом, наверное, заехал бы. Его бы от насыщения перестали уважать. Ну, да, да, вот я этого не могу представить, да, что это сделал бы мой отец или те люди, которых я уважаю, да, но... Наблюдая вот сейчас эту картину, да, что действительно можно людей сначала обворовать, а потом им раздавать пакеты, значит, и... И глазом не моргнуть. И заставить их опять пойти проголосовать за тех, кто их обворовал, понимаете. Это, конечно, дико. Дико наблюдать, конечно, и очень грустно, вот, но будем надеяться, что мы будем в этом мировом тренде, о котором ты начал говорить, да, что это долго продолжаться не может, да. Конечно, не мы будем тем хворостом, который это все сожгет, но желтые жилеты, но желтые жилеты, да, и вот то, что происходит и в Европе, да, и... Вот эти все последние перемены в мире, когда этот тренд меняется, говорит о том, что мы накануне большого, так сказать, как говорил Астап Бендер, или я не помню, кто это был, накануне большого шухера. Что-то будет. Что-то будет не только в Европе, но у меня где-то такое есть стойкое чувство, что... Знаешь, настолько предсказуемы эти выборы, что вот есть какое-то чувство, знаешь, интуиция называется, да, вот, когда ты много лет работаешь... Барок, спиноз, а горел, интуиция выше, чем логика и ум. Да, да, да. Ну, где-то интуиция как бы подсказывает, что у нас тоже не все пройдет гладко, как кажется. Вот эти вот... Вчера Канду... Можно критиковать Канду, но он сказал, что в стране может быть хаос. В стране может быть хаос. Это самое страшное. Да. Вот. И вот эти настойчивые такие голоса о том, что выборы будут непризнаны, ясно, что будут недовольны итогами выборов, как мы... И хаоса не избежать. Да, и хаоса не избежать. И опыт 2009 года, я где-то уже на передаче одной пошутил, сказал, слушайте, ну только восстановили парламент и президентуру. Что, опять сжечь? Да, ребят, да. Эрдоган второй раз не восхищается. Да, он сказал, ребята, молдавание. Сколько можно, да. Я вам один раз... Я понимаю, что мы 300 лет вас оккупировали, но... Да, и вернули моральный долг. Но пять раз... Но пять раз... Я не буду. Имейте совесть, да. Конечно, это не смешно, но где-то такое чувство, что вот эта проклятая геополитика, в которую наши любят так играть наши политики, вот эти геополитические качели, да, опять же говоря, да. Но, в принципе, самое интересное, вот эти все разговоры о том, что за нас дерутся большие игроки. И большие игроки дерутся за свои интересы. И они понятны. Причем стараются... Помнишь, говорили, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вот этого понимания о том, что они дерутся, да, мы служим, так сказать, игрушкой. Расходный материал. Я как-то приводил пример, говорил, что вот в детстве наблюдал, да, когда два кота играли, поймали мышь и играли им, знаете. И как бы понятно, что мыши был конец, но самое интересное, что мышь, наверное, думала, я не думаю, что мыши этой, которая чувствовала свой конец, приходила на голову мысль, что они из-за меня дерутся. Да, они за меня дерутся. Отлично, повернул. Нет, ну, пример соседней страны, где почему-то старается убедить, да, людей, что вот идет страшная борьба и так далее. Вот, один старый украинец мне сказал, да, говорит, эти, говорит, русские, американцы действительно будут воевать до последнего украинца. Мудрый человек. Мудрый человек. Он сказал, смотри, да, у них есть свои интересы. Те, тех подвинули, эти, тех подвинули. А, извини меня, гибнут. Но ты знаешь, что мы замечаем? Что он, конечно, мудрый этот мужик, но он не учел одно, что пока дойдет дело до последнего молдавана и украинца, они все разбегутся, никого в странах нет. Посмотри, поток эмиграции какой. Да. Особенность Украины. Особенность Украины. Вот сейчас они просто хлынули, да и, в принципе, год назад или два года назад, я не помню, мы были в Италии, и там было полно украинцев, полно просто. Самое удивительное, что мы хотели, там была забастовка в Неаполе в метро, и мы хотели альтернативным маршрутом добраться до центра, там, где все музеи, там и Королевский дворец расположенный. Мы спросили, только услышали, что украинцы разговаривают на остановке, мы спросили, о, хлопцы, вы из Украины, как можешь сказать, как доехать до... Шановные добродетели, думаю, что вы думаете, мы ходим по театрам, по выставкам, музеям? Мы тут робим, уже 10 лет робим, и никуда не ходим. А потом я вдруг увидел самое интересное такое, как бы там был какой-то праздник, и украинцы поставили такую лавочку, да, и каждая принесла украинка свое какое-то свое блюдо, и поставили на лавочку. Как принято. Да, 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 они сфотографировались, так далее, так далее. И когда начали говорить, значит, почему на лавочке-то, на улице, да, можно было, они говорят, ну, понимаешь, ресторан дорого, а что не дома? А дома нельзя, мы же живем у работодателя, понимаешь, там нельзя устраивать... Сабантуй. Сабантуй, да. Вот пришлось так, на улице прямо, да, это самое... Как-то так грустно стало немножко, да, я подумал, что, ну, действительно, они собираются, у них в воскресенье вот это единственный выходной, они вышли, принесли каждый по блюду. Пообщаться. Пообщаться. И тогда, и вот как-то вот на лавочке вот ели, закусывали, нас угостили, мы тоже, как бы, их угостили. Но, удивительно, да, в кафе можно было бы собраться, но это очень дорого здесь, а мы не можем себе позволить тратиться. А, говорит, дома собраться, ну, говорит, хозяева не пустят. Поэтому вот так вот на лавочке здесь вот отмечаем этот праздник. Посмотри, это о чем свидетельствует? Вот эта тяга к родным обычающим, родным общению. Что-то все осталось. Что люди не от хорошей жизни уехали. Понимаешь, ты знаешь, вот самое интересное, у нас съемочная группа как-то молдавская хотела поехать в Италию и снять фильм о работающих там наших сыгражданах. Они же вспоминают только на выборах, давай скажем так. Диаспора, где вы, голосы нужны с востока, с запада, да? Вот сейчас опять этот спор, что в России, где работает большая часть наших гастробайтеров, Меньше избирательных, чем в Штатах. Вообще в Штатах открыли. Можно подумать там в наших... Ну, там не только в Штатах, Батгроз поехал, как румынский исполнитель. Вспомнили всех людей культуры, всех собрали, понимаешь? Но к выборам вспомнило правительство о своем населении, о всех великих людях, о композиторах. Я помню, никогда не забуду, когда Евгений Дмитриевич чуть ли не за залезами долго жаловался мне. Ты понимаешь, говорит, правительство не дало даже денег на ноты переписать, когда он был юбилей и так далее. А сколько славы, боги было. Сейчас родные, близкие, все прочее, выборы, выборы, выборы. На Нобелевскую премию вот выдвигает одно, второе, третье. Все вспоминают, конечно, об этих людях. Но, ты знаешь, вот я начал с того, что какая-то съемочная группа наша, мои друзья хотели поехать и снять фильм. И в итальянском посольстве, когда узнали о цели их поездки, тогда еще был визовый режим, им отказали в визе. А у них было письмо от министра странных дел и так далее. Рекомендую, что съемочная группа хочет проехать по городам Италии, поговорить с ним. Я думаю, что где-то была, они узрели в этом политику. Я так думаю, знаешь, вот самое интересное, писатель, это ведь у нас, как их зовут, инженеры человеческих душ. Ну да. И он, Друцци, действительно, он великий человек, потому что он писал о молдавской душе. И вот сегодня, к сожалению, нет, к моему сожалению, я не знаю, как другие на это смотрят, но мне кажется, вот сегодня нет писателя уровня Друцци, который бы рассказал бы, а что происходит с молдавской душой вот в этих условиях? Нету. Понимаешь? Согласен. А что? А вот этот институт семьи, когда один уехал в Рим, другой в Няполь, другой уехал в Москву, да, и эти люди встречаются через какой-то период очень большой вместе, и каждый знает, что может у него там была своя семья. Кто описал это? Никто. Никто. Что, так поверхностно бывает. Трагедия. А что пришло с детьми, да, что пришло с институтом семьи в этих вот наших забытых деревнях, да. Что с традицией. Да, да, у нас опять политики раздули этот знаменитый языковой скандал, да, вот с полицейским и с водителем. Там, в принципе, как бы, конечно, был неправый водитель, он лихач был, и он нагло себя вел, я не позволяю себе так никогда в жизни вести с полицейскими, да. Попробовал США, он бы так. В моем понимании, плохой полицейский, хороший он представитель власти и государства. И с ним надо разговаривать культурно, да. Конечно, и он должен себя вести, то же самое. Но потом, когда показали вторую часть Морализонского балета, да, вот вторую часть записок, действительно, полицейский перешел на русский язык, и выполнил правила закона, то есть выполнил закон, и перешел, и правильно сделал, да, то, конечно, я уже был здесь на стороне полицейского. Хотя первый раз, и мне где-то такое было впечатление, что скандал-то раздут искусственно, да, вот как бы... И из политических соображений. Да, да, нас стравливает, нас стравливает по языку. И из политических соображений, да. Нас специально перед выборами стравливает вот этот языковой вопрос. Нагнетают, нагнетают. Нагнетают вопрос, да. Да. И когда вот этот разговор вот в СМИ пошел, да, и Моника Бабук сказала, что вот срочно у нас есть села, да, в которых, ну, люди не знают языка. Ну, да, я знаю такие села. В моем бричанском районе половина сел украинские сюда приезжал. Ну, там люди знали и молдавский язык, и, ну, но говорили в основном на украинском. Я в Русбричанах, где говорили в таком суржике из русского, украинского. Именно суржик. Редакции молдавского и румынского, и, ну, румынское телевидение и так далее. Все было. Винегрет. В этот винегрет был намешан, да. Вот. И она написала, по-моему, в Фейсбуке, да, что вот срочно надо отправить туда преподавателей молодых и так далее. Вот. И мне тогда подумалось, а ведь у нас села уже есть, очень много сел, где не то, что они говорят по-молдавски, где вообще людей нет. Некому говорить. Некому говорить. Некому решать лингвистический вопрос. Да, да. И представь себе, что там в этом селе человек безработный, он сидит, что надо, и думает, что надо учить язык. А какой, итальянский или русский? Смотря, куда поедет. Да. Вот. Конечно, он его учить не будет, времени нет, надо кормить семьи, это очень сложно, очень непросто, когда ты работаешь, выучить язык. Вот. И он, конечно, едет на Абум или в Италии и так далее, там методом научного тыка, как бы, а язык очень хорошо учится. И, слава богу, это латинская группа языков, и легко португальский, испанский, итальянский. На этот вопрос, который очень любят задавать наши политики, которые занимаются вот этим сталкиванием УЛБА, причину Варбешкина, румына, молдавиня, скажут, да, люди отвечают, что, извините меня, а мне надо выезжать на работу, да, и мне надо еще один язык учить, потому что гагузам легче в Турции устроиться, потому что язык учить. Или в России. Да, или в России, да, значит, самое. То есть люди сегодня учат те языки, которые могут принести ему какое-нибудь самое. А у некоторых действительно, ну, а вот давайте скажем так, а почему человека хватать за грудки, да, и кричать, почему-то не надо. А он не хочет быть министром, и не хочет быть политиком, и не хочет быть государственным служащим, для которого знание двух языков обязательно. Согласно закона, да, да. Он хороший автомастер, или хороший хирург. Кстати, по закону языка, русский язык, межнациональный, надо публиковать пашмонитор в официальном, что полагается. Нет, ну, я считаю, что, да, мудро, мудро заложили в язык, что язык общения с начальником выбирает подчиненный. Совершенно правильно. Да. То есть если я прихожу к начальнику, я могу с ним обратиться и на молдавском, и на румынском, через, ну, это их вопрос, пусть они решают, я сюда не лезу, или на русском, да, и, в принципе, он должен мне ответить на этом языке, да. По закону так? Да, и полицейский должен был ответить, и он действительно ответил. И честь ему хвала, но поджать ему руку, что он молодец. В этой ситуации он не стал вести себя как политики, да. Валера, сейчас, один секунду, чтобы я не забыл эту мысль. Ведь когда говорят, что он должен знать государственный язык, предполагается, что он должен знать два языка. Потому что закон говорит о том, что должностное лицо должно или на одном отвечать, или на другом отвечать. Документы на двух. Поэтому это тоже от лукавого. Вот государственный, стоп, стоп, стоп. Государственный плюс язык межнационального общения. Ну, закон, суров, но он таков. Да, но у нас, ты знаешь, как закон, что дышло. Да, это раз. И, во-вторых, у нас еще не учится такого фактора, что, в принципе, мы, в отличие от той же Румынии, да, даже на Украине, вот на Украине, посмотри, да, ведь очень большая часть украинского общества выступила против ожесточения языковых правил. Ведь у них там на телевидении можно говорить не на украинском, не на русском. Все понимают великолепно, и очень многие государственные чиновники не знают украинского языка, и говорят лучше на русском, на украинском. Но не понимаешь, что в этой ситуации, умные люди на Украине, не понимаешь, что в этой ситуации ставить жестко этот вопрос, значит, опять расколоть страну, да. Неумные ставят этот вопрос, неумные добавляют к языковому вопросу язык и вопрос веры, и многое другое, думая, что это укрепит государство. И главное, что это укрепит интересы его партии, фракции на голосование. Вот в этом, вот в этом, да. Разделяй власть. Разделяй власть. Но государство это не укрепит. Помнишь, доведает импера, разделяй и власть. Старого как мира. Да. И это, конечно, страну не укрепит, потому что, когда, я говорю, вот никто не хочет понять простую одну вещь. Ведь русский язык в Молдавии нужен не России. В России не стоит вопрос раскола по языковому вопросу. Почему? Потому что там действительно все учат русский язык. Многие говорят, почему там нельзя обратиться к полицейскому на дагестанском, хотя в Дагестане, когда я был там, я был с удивлением, узнал, стыдно мне, что я этого не знал. У них там села, которые через вот один хребет, да, друг друга не понимают. У них сто наречий. Понимаешь, сто наречий. И 50 языков. Знаешь, как полицейскому там работать? Надо знать, в маленьком Дагестане 50 языков. Надо закончить пять университетов и ниязов, да, и потом поедать обращаться к дагестанцам. Слышишь, пять ниязов в каждом по 10 языков. Конечно, для них русский это язык... Общение межнационального. Язык, возможности заработать или подняться по социальному лифту. У нас, к сожалению, да, у нас, к сожалению, в Молдове, язык пока не служит. То есть он есть, да. Вот хочешь стать начальником, хочешь стать политиком, хочешь быть министром, учи язык. Абсолютно справедливо. Все правильно. Но это не гарантирует, что ты поднимешься по лифту. А это не гарантирует. Вот это обидно людям. Да, да, а людям обидно. Люди говорят, ну, ход, понимаешь? Учили, а ходу нет. Да, вот, к сожалению, мы должны подумать над этим, понимаешь? Чтобы этот язык учили не потому, что из-под палки, не потому, что тебя там будут останавливать на улице и говорить, почему не говоришь, или тебе будут отвечать на другом. А тем, что это стало бы престижно, это стало бы выгодно. И необходимо. И необходимо, понимаете? Вот тогда человек будет учить. Вот пример берем. Я в 93-м рассказывал, был по приглашению к Госдепа целый месяц в США. Там делегация у нас была руководителей вузов. Это программа по образованию. Я рассказывал, был в Гарварде, в Тавскул, был во многих знаменитых университетах. И в Конгрессе нас сенаторы принимали, рассказывали, как образование. Так что меня поразило в Штатах? Значит, вот там райончик. Живут арабы. Они говорят на арабском. Значит, другая могала в Большом Нью-Йорке или в другом городе. Брайтон-Бич. Идите по... Идите, Брайтон-Бич. Там все на русском. Мы все русские, мы друг друга не обманываем. 90% там евреи, но все там русские. Да, да, да. И главное, что друг друга не обманывают. И дальше. Там индусы, там все. Но на работе и в обществе все говорят на английском. Не из-за того, что им кто-то руки выкручивал и говорил, ты что там говоришь на слоем. А потому что это необходимость. Язык межнационального общения. Он необходим. Поэтому мы пришли к выводу, что один из кирпичиков того, что хочет, что хочет у нас очень многие, так сказать, представители национальных кругов, чтобы они учили язык. Это вопрос государственный. Это вопрос именно процветания государства, именно стремление людей. И он требует серьезности и уважения. Да. И загнал меня в угол тоже молодой человек, которому я тоже сделал замечание, что ты зря. Да, если бы сына ругал. Самое интересное, когда он учился в университете, вот когда учился в школе, я его все время... Учи, учи язык. И, конечно, вот я помню, они с друзьями меня возразили и сказали, что, ну, пап, ну, хорошо, они сами учат другие языки, потому что работы-то нет. Посмотри, Ореол, говорит, ну, вот они спорили со мной, говорит, Ореол молдавского румынского языка. Молдова-Румыния. А дальше, говорит, да. Если бы поехать дальше, надо еще знать языки. В Россию, да, Россия огромная, да, там есть применение, вот выучил русский язык, можно найти себя. А в Румыне работы не... А в Румыне сами уезжают, молдаване, то есть они пытались меня, взрослого, загнать в тупик. Конечно, я их переубедил, да, и сказал, что вы не правы, да, потому что, зная румынский язык, молдавский язык, можно очень легко, очень легко выучить итальянский, испанский, романский язык и так далее, говорю. И, понимаешь, говорю, это культура языка, и если я не знаю много языков, я этого стесняюсь, потому что я лентяй. Я честно признаюсь, да, мне было лень. Ну что, Валерий, у нас передача подходит к концу. Мы все-таки поняли, что и те проблемы, которые высветились в Давосе, особенно неприезд великих лидеров. Да, но он говорит, что в мире сейчас происходят именно те опасные процессы и тревожные процессы, которые мы, спустившись на нашу молдавскую землю, обратили внимание. И насчет грядущих выборов, и насчет вот этих взаимных национальных отношений, которые в Молдове всегда люди традиционно со времен Дмитрия Кантемира уважали друг друга, а политики делают все, чтобы нас шибить лбами. Что, можешь сказать, вот последняя тебе дается минутка, что бы ты хотел сказать нашим соотечественникам? Мы не случайно перешли на выбор от Давоса, от того, что ситуация в мире напряженная, и на наше международное отношение. Потому что вот предчувствие такого нехорошего, да, в связи с нашими выборами, тревожного есть. И очень хотелось бы, чтобы люди опять поддались на вот эти вот, так сказать, инсенуации политиков, и опять устроили. Мы за годы независимости, Приднестровский конфликт, МВД, штурм, план по этим вещам выполнили. На чудели достаточно. Давайте, и у нас хватило ума Приднестровский конфликт закончить за несколько недель. И слава богу, что он не продолжается, как в некоторых соседних странах, уже шестой год, да, пошел, как великая Вторая мировая война, да. Поэтому давайте будем разумными, давайте мы не опустимся вот туда, куда нас заталкивают нечистоплотные политики. Большое спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Валерий Демидетский. На мой взгляд, мы обсудили очень важные вопросы, которые касаются всех нас. И главный вывод, мы, опять же, повторяю, я не знаю, много раз вот Юлия Сафучика вам цитировал и многое другое. Люди добрые, не покупайтесь на всякие там предвыборные обещания, болтовню и, главное, на разжигание вражды между людьми. Не поддавайтесь, потому что это залог того, что вас будет трудно облапошить, трудно надурить. И будет очень трудно доказать, что вот эти люди, которые нам все это впаривают, чего-то стоят. Десять раз думайте о том, что говорит вам этот человек, чего он нам обещает. И постарайтесь все-таки выбрать людей достойных, потому что те, кто доказал своим реальным трудом на общественном поприще, на государственном, что он чего-то стоит, значит, он чего-то стоит. А обещания все эти, выбросьте их, сами знаете, куда. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин